Всем доброе утро. Я рад вас поприветствовать на публичном собеседовании по систем дизайн. Сегодня его будет проводить Вова Иванов. Вова, привет. Расскажи немного, пожалуйста, о себе. Всем привет. Меня зовут Владимир. Я работаю в Bolt, руковожу биллингом. У меня есть блог про архитектуру решений и разработку ПО. Во все ловляч.дев все ссылки будут потом под видео и в чатике. Спасибо. Кроме этого блога, я даю консультации по поводу разработки систем и по поводу того, как проходить систем дизайн. Круто. Да, у Вова очень крутой блог. Советую его посмотреть. Также Вова участвует как активный спикер и в организации конференции. Вова очень крутой. Также сегодня будет проходить собеседование Виталий. Давайте его поддержим плюсами в чате. И также Виталий, привет. Расскажи, пожалуйста, немного о себе. Ну, я начну с того, что образование мне, наверное, повезло. В университете я учился как раз на вычислительной машинокомплексе системы и сети. Так что я вкатился в IT немножечко по своему направлению. Изначально начинал писать на PHP. Там много лет назад потом питом подключил. Некоторое время назад, порядка года, начал писать на Гошки. Работал несколько лет в одном стартапе, где занимался всем подряд девопсом и наймом. И там администрировал базы данных и облака раскатывал и так далее. И тоже проводил много технических собеседований. Правда, систем дизайн не проводил. Круто, круто. Также с Виталием выходило недавно шоу «Траблшутинг». Прям классно. Мы обязательно прикрепим на него ссылочку. Ребят, спасибо, что рассказали себе. Еще для того, чтобы наши зрители получше вас узнали, давайте проведем небольшой с вами small talk. У нас как раз-таки сегодня первая утренняя встреча. Ребят, расскажите, без чего вы не представляете начало своего утра? Без кофе. Очень хороший ответ. Это как разработчики являются людьми, которые переводят код в кофе. Вов, а ты как? Я проверяю почту, нет ли писем о новых патронах на Патреоне. О, Жиза, Жиза. Это круто. Вов, я могу попросить тебя не мьютиться? Там тоже есть интересный патрон. А, окей, окей. Да, вот. Спасибо. Еще, ребят, поделитесь такой немного древиальный вопрос. Какой у вас любимый язык программирования? Я выбираю язык от задачи в первую очередь. Поскольку сейчас я начал писать на Гошке активно, я бы сказал, что Гошка. Но это будет неправда, потому что в других задачах это будет Python, а где-то вообще PHP. Я стараюсь не программировать, я пишу документы, рфишечки, там, дизайн доки, короче, architecture documents, decision records, вот это вот все. О, это прям супер лайфхак. Вот, надо, короче, к такому идти. Супер. Спасибо, ребят, что поделились. Я предлагаю начинать. Вов, тебе слово. Да, круто. Круто. Всем привет еще раз. Сегодня мы попробуем попроектировать видеопортал типа YouTube. Все должны представлять примерно, что это такое. Но если чуть-чуть более формально подходить к задаче, то надо сказать, что вот у нас есть какой-то веб-сайт и там набор мобильных приложений. Есть авторы, которые могут загружать видео там в каком-то MOV формате. Для видео можно добавить заголовок, описание и выбрать или загрузить превьюшечку, да, thumbnail. Вот. У каждого видео должен быть уникальный URL. Видео... Должна быть возможность посмотреть видео, соответственно, других пользователей либо на сайте, либо через мобильные приложения. Видео должны включать субтитры. И нам нужно иметь возможность перематывать туда-сюда видео, да. Также мы хотим поддерживать разные качества, да, для того, чтобы подбирать качества под качество интернета, которое есть у пользователя. Вот. Это первоначальные функциональные требования. Если мы быстро решим задачку, то можно будет накинуть еще. У меня есть еще парочка блоков. Так, я, может, что-то пропустил. Заголовок, описание, превьюшка, субтитры, множество форматов. Получается, у нас еще будет лента подписок, видимо. Посмотреть видео. Это можно чуть-чуть... Да-да, лента будет. Лента будет. Так. Скрепшнс фит. Так, что-то я еще пропустил, не успел записать. Значит, мобильные приложения, перемотка. Мы хотим перематывать видео туда-сюда. Ну, перемотка, понятно. Забыл как слово. Пусть будет перемотка. Окей. Fast forward. Окей. Да, давайте мы с этого начнем, потому что потом можно будет докидывать еще всякие шутки. Окей, давай начнем вообще верхний уровень. Какие у нас там мастодонты, видео есть, это Twitch, YouTube, Netflix. У Netflix и YouTube есть большая разница в том, кто загружает видео. Я правильно понимаю, что мы делаем больше похоже на YouTube, чем на Netflix? Да, да. И лайвстримы не учитываем? Не-не-не, лайвстримы не будет пока. Окей. С чего нам нужно начать? Нам нужно сначала какую-то верхнеуровневую архитектуру продумать и уточнить всякие функциональные требования. Всякая социализация, лайки, комментарии, рекомендации. Лайки, комментарии пока нет, а рекомендации, да, нужны будут. Так, рекомендации. Я бы сказал, что рекомендации – это большой отдельный блок. Да, да. А, соответственно, подписки, я понял, субтитры. Какая-то видеоаналитика типа автобан, неподходящих под политику платформы видео. Давайте out of scope. Окей. При модерации тоже регенерируем? Да, да, да. Соответственно, с чего мы начинаем проектирование? Мы сначала решим, а сколько у нас вообще пользователей, как часто они смотрят. Угу, окей, хорошо. Значит, у нас примерно 100 тысяч авторов видео по всему миру. Так, 100 тысяч авторов. Да, и мы целимся в целевую аудиторию примерно в 100 миллионов человек. Рассчитываем, что автор примерно постит это видео раз в неделю. One video per week. Соответственно, мы можем прикинуть какое-то среднее значение типа длительности видео, чтобы оценить, сколько нам вообще сториджа понадобится на каждое видео. Хорошо, давай скажем, что у нас примерно 10 минут среднее видео. 10 минут. Так, я тут у себя дополнительный калькулятор открою. Соответственно, 10 минут мы предполагаем, ну, например, 100 мегабайт на видео. Это нормально? Я просто... Смотри, давай тут думать. Нам нужно поддерживать видео в нескольких форматах качества. Да, точно. 360p, 720p, Full HD. И, ну, 4К мы, наверное, поддерживать не будем пока. Вот сколько нам сториджа понадобится на то, чтобы иметь хотя бы 3 формата? Ну, давай прикинем, что 360p на 10 минут, это пусть будет 50 мегабайт. Я просто не знаю, как сейчас посмотреть. Потом 720p, ну, условно, там 100 мегабайт и 1080p, пусть будет 200 мегабайт. Соответственно, одно видео, сколько у нас, 350 мегабайт на архив разных форматов. Пока только 3 формата. Игнорируем то, что там могут быть разные кодеки и дополнительные наборы настроек качества и так далее. 350 мегабайт на видео, 100 тысяч авторов. Получается, у нас 100 тысяч видео в неделю. Так, я посчитал в мегабайтах, гигабайтах, терабайтах. У нас получается, если я прямо посчитал, 35 терабайт сториджа в неделю понадобится. Окей. Соответственно, в год это будет 35 терабайт на 365, ну, округлим. Подожди, почему на 365, ты в неделю считаешь, на 50. А, sorry, sorry, да, я думаю, что много получается. Получается, 1750 терабайт. Ага. Ну, округлим. 1800 терабайт в год. Ага. Ну, если так... Надо докинуть требование, что эти данные терять нельзя. Да, да, я сейчас про это скажу. Ну, если прикинуть, типа, кажется, что 1800 терабайт – это много, но если раскидать там по множеству серверов и прочее, типа, сейчас там жесткие диски по 8, по 20 терабайт, то есть это будет, типа, несколько, буквально сотен дисков всего условно. Условно. Учитываем, естественно, дедупликацию, про это я скажу дальше, и я уже прикинул, что, наверное, это будет, скорее всего, S3-хранилище, и дедупликация в количестве трех штук, как минимум. Только не дедупликация, а репликация. Да, сори, репликация 1800 на 3 – это у нас 5400 терабайт. И если сейчас, ну, типа, 8 терабайтные диски, например, это, типа, 675 дисков получается всего. Нужно в год. С этим определились. Давай немножко архитектурно, в общем, нарисуем, что у нас тут получается. Давай. У нас есть некоторый клиент, имеется в виду это браузер или мобайл-девайс, ну, или там смарт-тв, но, по сути, это тоже в мобайл-девайс уходит. Дальше куда мы идем? Нам нужно, начнем с авторов, мы хотим загружать видосики, чтобы нам загружать эти видосики, надежные все такое. Так, 35 терабайт в неделю, это у нас получается в день по трафику, если прикинуть, так, на 7 поделим и на 3600 на 24. Получается что-то типа, там, 50 мегабайт в секунду трафик, если, так, 35 тысяч гигабайт, делим на 7, на 3600, на 24. Да, получается 50 мегабайт в секунду, скажем, оплода, но это я сказал про разные форматы, на самом деле будет меньше, потому что он же загружает один формат, это мы увеличиваем количество файликов. Соответственно, прикинем, ну, пусть будет расширен до 100 мегабайт в секунду оплод, то есть не выглядит как очень большое. Понятно, если мы говорим про YouTube, там у них загружается каждую минуту, десятки часов видео и наверняка сотни гигабайт трафика. Так, клиент загружает, у нас как минимум должен быть, ну, понятно, DNS, все дела, и обязательно отказоустойчивость, соответственно, у нас какие-то... Сейчас, подожди, подожди, давай мы прежде чем вводить DNS, поймем, зачем он нужен. Ну, смотри, поскольку у нас клиенты по всему миру условно, что мы делаем? Мы ставим каких-то хотя бы основных крупных локациях по несколько, там, десятков, сотен серверов, перед них там балансировщики нагрузки и все такое. И, там, классическое решение того, что у нас снаружи это светится как один IP-шник, это Anycast, когда мы говорим, что вот дата-центр в России, там, этот IP-шник отдает, потом дата-центр, там, в Америке этот IP-шник отдает и так далее. И Anycast через BGP, оно определяется, куда клиенту быстрее всего дойти, там, сколько холлов придется прийти, чтобы, там, клиент из России не грузил видосики в Америку. Ну, соответственно, если там что-то где-то падает, из BGP все это исключается, и, соответственно, трафик побежит на другие, там, страны, локации. Например, у нас там в какой-нибудь Франции будет дата-центр. Это для России ближе, чем в Америку загружать. Поэтому я здесь напишу, типа, DNS, укажем там про Anycast, про BGP, как я сказал. Это у нас клиент получает. Дальше. Некоторые балансировщики нагрузки мы используем обязательно. За что они отвечают? Клиент туда стучится, и балансировщик им проксирует трафик куда-то. Предположим, понятно, что у нас будет, там, куча дата-центров, но, на самом деле, с такими объемами, наверное, хватит, там, для старта, условно, там, 3, 4, 5, может, дата-центров не очень больших. Получается, у нас 675 дисков. Смотри, я предлагаю количество дата-центров считать потом, когда мы спроектируем систему и начнем оценивать, какую вылабилит она нам будет давать или какую нагрузку сможет выдержать каждый центр. Окей. Соответственно, у нас есть load balancer, куда идет запрос от клиентов. И один из вариантов, как он может работать, у нас может быть два кейса. Либо умный клиент, который знает, к какому, там, условно, серверу обратиться, либо тупой клиент. Точно, я же забыл про себя. Что? Кто-то что-то сказал, мне кажется, но человек заметился. Все нормально, давай продолжим. Вот, либо умный клиент, который, там, условно, от балансировщика получает, там, адрес сервиса, куда загружать файлики. Это, например, такой кейс работает в Амазоне, в S3, там можно получить, условно, адрес, естественно, подписанный, безопасный адрес, куда клиент будет свои файлы загрузить. Нужно это для того, чтобы, например, у нас есть условно простенькое приложение, и мы не хотим там ничего у себя хранить и через себя прогонять трафик, если там клиенты, опять же, большие файлики грузят. Соответственно, мы здесь можем сказать, что у нас какой-нибудь S3-кластер. Это может быть готовое решение типа Amazon, это может быть какое-нибудь self-host решение типа Minio. Нарисуем, наверное, по классике, как обычно, рекомендуется три реплики, в которые все это загружается. Если я предлагаю вот вариант что-то типа умного клиента, то там в приложении, в браузере оно получает условный адрес одного из этих, например, условных серверов, на которые он начинает загружать свои видео. Но тут нужно учесть один момент. Мы сказали, конечно, про 10 минут, но я проговорю то, что если видео большие, то на стороне клиента они вполне могут биться на чанке, там по нескольку мегабайт, например, и чанками загружаться. Нужно это, опять же, для упрощения того, чтобы там докачка лучше работала, чтобы канал сильно не забивать и так далее. И, соответственно, когда, ну, предположим... Ну или просто побыстрее грузить, чтобы в параллель можно было оплодить. Чтобы, да, и в параллель тоже оплодить. И чтобы, собственно, балансировщик не был типа узким местом по трафику, сколько там через него прогоняется трафика. Ну, даже там 10-гигабайтные линки можно вполне забить, если все через него гонять. Окей, определились. Мы загружаем эти чанки на S3-хранилище. Они все складываются, все классно. Что нам нужно дальше сделать? Нам нужно каким-то образом после загрузки... уведомить некоторый сервис процессинга видео, назовем его там видеоэнкодер, о том, что вот эти чанки загружаются. И у нас, поскольку мы не напрямую, наверное, в S3 будем грузить, а перед каждым может стоять какой-то микросервис, который получает информацию о том, что вот этот чанк загрузился или загружается. Кстати, не знаю, там наверняка есть какие-то в S3 что-то типа нотификации, что там новый файлик появился, каких-нибудь... Определенно есть, это правда. Ну, по крайней мере, в Амазоне ты можешь подписаться на появление файлов в багете в SQS и в основе что-то делать дальше. Так, тогда мы нарисуем здесь некоторую шину событий, в которой этот S3-кластер, получается, пушит события, потому что там новые файлики появились. Я предполагаю... Так, не то. Предполагаю, что он пушит не просто название файликов, там еще какие-то метаданные, обязательно, должны быть, потому что я тут пропустил один момент, у нас же клиент авторизуется и все такое. Соответственно, у нас Loan Balancer также может быть API Gateway, который при загрузке файлов... Ну, например, мы формируем ссылочку, на которую нужно загружать файлы. Это, естественно, подписанная ссылка, чтобы невозможно было там злоумышленником все это сделать. По этой ссылочке грузится, и один из вариантов максимально простых – это типа в имени файла как-то кодировать, который мы загружаем. Другой вариант. Ну, у нас в S3 есть метаданные, мы в метаданные можем что угодно прикрутить. У нас этот API Gateway, который загружает файлики, вполне может сходить в какой-то сервис авторизации. Из подписи ссылки или из какого-то токена, хэша, что угодно. Достать, например, юзер-ид пользователей, куда-нибудь в метаданные это записать. Окей. Я имею в виду метаданные запросы, которые пойдут из API Gateway в S3 хранилище. Дальше у нас эти чанки грузятся. Условно там первый чанк пришел. Что мы делаем дальше? Видеоэнкодер получает этот чанк вместе с метаданными, потому что ему нужно, получается, обратно в хранилище эти файлики в кучу разных форматов сложить. Он может начать эти чанки обрабатывать. Это еще одна из причин, почему мы можем грузить не целые файлы по кускам, чтобы распараллелить их обработку и потом склеить. Что делает видеоэнкодер? Ну, понятно, конвертирует и все такое. Это почти наверняка кластеры с кучей машин, возможно, с хорошими видеокартами. Не знаю, по-моему, FFMPEG тот же умеет видеокарту использовать. Я, конечно, могу ошибаться, но точно знаю, есть такие энкодеры, которые там видеокарту задействуют, соответственно. По крайней мере, вот на Highload был доклад от ВК, как они свой кластер строят именно по обработке видео. Окей. Окей. Видеоэнкодер – это кластер целый, там куча машин, которые занимаются только тем, что там молотят файлики и, получается, обратно в S3 складывают. Давай мы, наверное, под готовые файлики поднимем другой S3, потому что у него будут другие права на чтение записи. Окей. И другие… Вот в этом S3 у нас еще retention policy должен быть другой. Да, да, естественно. Retention policy у тебя будет минимальный. Там, типа, несколько суток. Ну, для простоты… Да, ребята, вы понимаете, почему это важно? Ну, то есть у вас нефункциональные требования на разные хранилища, разные, да? Вы храните меньшее время, у вас другая модель, другие требования по безопасности, ну, то есть другие компоненты будут иметь права на чтение записи, поэтому на уровне аксесс-листов у вас будет разная конфигурация. И плюс к этому, для бакета с сырыми видосами, да, у вас не будет никакого колд-хранилища. Вы, типа, загрузили туда файлик, его спроцессили, и вам оригинал не нужен уже, вы его выкидываете. Вот. А для кластеров, в котором будут храниться готовые видео, вы будете использовать, там, типа, для архивных видео вы сможете использовать cold storage, платить за него поменьше, и, соответственно, доставать из него только тогда, когда, там, человеку реально нужен видос. Окей. Соответственно, у нас должен появиться некоторый, там, типа, видео API-сервис, назовем его, который должен вообще знать, какому юзеру, какой там, получается, набор файликов, какого видео принадлежит. То есть мы загрузили эти чанки, обработали, залили вот в этот S3-кластер, запущили там вот видео API-сервис информацию об этих чанках. Почему мы не храним целиком видео? Ну, потому что нам так удобнее будет отдавать на фронтенд клиенту на просмотр все это дело. Вместо того, чтобы целыми файлами заставлять его грузить, либо дополнительно предобрабатывать. Конечно, можно там придумать варианты, когда мы читаем, типа, условно, там, первый 10 мегабайт, там, с десятого по 20 мегабайт. Но конкретно с S3 проще именно сразу подготовленные чанки отдавать, чем возиться с этим. Окей. Соответственно, видео-псерис, понятно, там некоторое шардированное хранилище, которое все эти данные хранит, реплицированное, там, получается, там, видео мета-дата. Мы не будем сейчас углубляться там в конкретной технологии, правильно? Просто мы храним много мета-данных, те самые, там, title, description. Так, я забыл еще про превьюшку. Ну, соответственно, видео-энкодер может делать то же самое, формировать превьюшку. И тут есть нюанс с тем, что клиент может сам выбирать, типа, я хочу вот эту превьюшку загрузить, либо клиент скажет, я хочу, чтобы из видео превьюшка сформировалась. Типа, это два разных кейса при вызове, там, там, загрузки файла, и мы либо там на входе примем готовую картинку, либо сами ее сформируем. Углубляться во всякие там ML не будем. Я, например, знаю, что у Netflix, по-моему, превьюшки формируются, типа, автоматически, у них там что-то типа ML-модели, которые определяют, какой кадр вообще взять. Типа, там, самый первый кадр, он всегда черный, вот это все. Ну, да. Ну, я думаю, что мы не будем на этом останавливаться. Можно взять наивную имплементацию, взять первый, серединный и последний кадр, условно, и позволить выбрать пользователя из них. Ну, окей. Соответственно, дальше у нас, опять же, есть субтитры. Это тоже можно относить к методам данным. Субтитры, в принципе, там, не весят подолго, поскольку у нас там, даже если там 100 миллионов видео, субтитры на такие видео, ну, условно, там, по нескольких килобайт каждой, на это даже можно, наверное, не беспокоиться. Так, здесь стоит, чтобы вставать. Так, что у нас дальше? Перемотка. Про перемотку мы учли тем, что храним чанками, и оно подгружается, соответственно, кусками нужными. Например, мы можем чанки бить там. Не-не-не-не. Что? Не-не-не, подожди, 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 подожди. Когда мы говорили про чанки, мы говорили про оплот чанками. Да. Вот. Когда мы говорим про перемотку, это потребление контента, это другой юзкейс, и это больше уже к отдаче видео на конкретное устройство. Да, да, я забежал вперед, про авоза. Так. Соответственно, про перемотку. У нас тот же самый API Gateway вполне, ну, не забываем, что он может быть не один, их будет быть несколько. Например, если они там в одном дата-центре стоят, их обычно минимум два, и там балансировать между ними нагрузки, и все в этом стиле связано. Про проигрывание, собственно, файликов сейчас скажу. Вот у нас этот S3-кластер, в котором все эти чанки хранятся, у нас получается видео-апи-сервис, в него должен стучаться API Gateway, чтобы получить вообще информацию, типа, отдай мне данные по видео с таким-то ID. Да, поиск, как мы открываем эти видео, мы еще дойдем. Предположим, у нас уже есть готовая ссылка. Он отдает эту информацию, клиент получает, там, соответственно, какие-то подписанные, типа, ссылки, опять же, из этого S3-кластера. И клиент вполне может напрямую в этот кластер ходить, если мы его, конечно, наружу откроем, либо какую-то там проксию дополнительную поставим. Давай про это поговорим. Смотри, мы рассчитываем, что у нас со всего мира видео будет употребляться. И нам бы хотелось бы, чтобы видео загружалось в приемлемое время, там, в течение одного-трех секунд начинало стремиться. Какие архитектурные решения и какие технологии нам помогут эту задачу решить? Ну, я уже сказал про Anycast, про BGP. И это первое, чтобы определять, какой сервер для клиента вообще ближайший. А второе, это у нас в каждой локации может стоять свой аналог Google Global Cache или аналог Open Connect от Нетфликса. Что они делают? Это, по сути, ну, предположим, это S3, на самом деле у них там свои технологии. Это отдельное хранилище, в которое периодически или постоянно синхронизируются некоторые видео, и в данном случае я бы сказал, чтобы мы синхронизировали, ну, во-первых, не все, а только, например, самое популярное. Либо мы можем знать каким-то образом паттерны взаимодействия с конкретным автором, например, если у него все клиенты из России, и у нас есть некоторая система, как называется, не аналитика, а телеметрия, которая получает информацию о том, кто откуда как смотрит. И в разрезе конкретного видео, в разрезе конкретного автора. И есть некоторый вспомогательный сервис, который отвечает за кэширование, кэширование, как-нибудь так назовем, кэширование видео у кусков, который там обращается... Во-первых, после того, как мы загрузили видео в локальный S3-кластер, мы можем уведомить вот этот сервис телеметрии, типа вот загруженное видео, он по своим данным, собранным исторически, посмотрит, типа какой автор. И, к примеру, у него есть статистика, что большая часть пользователей смотрит его из России. Соответственно, он должен куда-то запушить события, типа вот видео, вот его мета-данные. Имеется в виду не title description, а мета-данные типа аналитика просмотров этого автора предыдущих видео. И, например, в этой аналитике сказано, что там России 80%. Вот у нас некоторые шины событий, опять же. И сервис кэширования подписывается на эти события, получает их. И что он делает? Он должен знать условно о всех точках присутствия некоторого аналога Google Global Cache и, по сути, передавать туда эти видео, чтобы клиенты могли, во-первых, загружать их ближе к себе, а во-вторых, чтобы, опять же, реплицировать и там условно на один дата-центр не создать нагрузки. Ну, типа какой-нибудь, не знаю, там крупный блогер выпускает видосик, там все получают уведомление смотреть, например, там 100 тысяч в онлайне, один дата-центр загнется, к примеру, потому что у него апплинки, там, не знаю, там 10 гигабит. Мы здесь поступим немножко по-другому. Да. Смотри, вот этот Google Global Cache, я так понимаю, что это некоторый аналог CDN, да? Да. То есть Content Delivery Network. Это технология, которая позволяет тебе на Edge Locations реплицировать данные, которые просят клиенты, и таким образом уменьшать латенцией до контента. Да. Ну, то есть, по сути, на схеме, когда обычно отображается, это перед S3-кластером ставят квадратик с CDN и говорят, что, ну, мы через него можем поддавать. Вот. Окей. Этим мы выяснили, как нам начинать, как нам отдавать видео побыстрее, да? Какие технологии нам позволят, во-первых, осуществлять перемутку, во-вторых, начинать проигрывание видео, пока мы его не забрутили целиком. Что можешь про это сказать? Начинать проигрывание, ну, в смысле сказать, что у нас вот... Вот смотри, вот смотри, вот смотри, у тебя YouTube-видео, да? Как бы оно там часовое. Очевидно, что оно начинает проигрываться не тогда, когда загрузилось там, типа, весь час, а когда загрузились там первые там 15 секунд. Вот. Вот каким образом этого можно достичь? Какие тебе протоколы, скажем так, помогут? А, я понял. Я просто сначала подумал про вопрос про то, что мы еще от автора видео не целиком загрузили, оно уже появилось для проигрывания. Не-не-не-не. Да-да-да. Когда вот мы отпроцессили, сложили, как бы клиент запросил видео, вот как мы его стримить начинаем? Ну, есть современный подход, называется, по-моему, HLS. Я не помню, кстати, как расшифровывается, но это именно браузерный стриминг, когда он подтягивает, получается, по кусочкам файл и в браузер отдает. Браузер уже обратно собирает и стримит. Да, это, да. Да, расшифровывается, как HTTP, Live Streaming. Да, да-да-да. Именно. Это HTTP Live Streaming, он изобретен Apple, и сейчас это, де-факто, стандарт для мультимедиа, ну, для видеоконтента, и его там и мобильные приложения поддерживают, ну, точнее, поддерживают Android и iOS. И в Web есть поддержка этого дела, и есть уже много готовых решений, которые позволяют его отдавать. Там суть в том, что отдаются вот такой вот файлик большой с дескрипторами, со ссылками на разные части, ну, то есть это контейнер такой, то есть то, что получает браузер или клиент, это маленький файлик, там, килобайт-полтора, в котором написаны ссылки на конкретные файлы с разным разрешением, да, соответственно, ты можешь в зависимости, клиент в зависимости от своего интернета, оценки интернета, может выбрать нужное качество, да, или заинфорсить его. Вот, а когда есть уже сам файл на мультимедиа, да, его уже можно через HLS, соответственно, начинать стримить, как бы, right from the get-go. Окей, окей, круто. Так, я сказал про серость телеметрии, но пока не сказал, откуда туда вообще данные попадут. Соответственно, у нас клиент, это в браузере понятно, это что-нибудь на джаваскрипте наклепаем, какие-то события будут пушиться в мобильных устройствах, ну, скорее всего, это что-то нативное будет, которое, опять же, будет куда-то в некоторой, уже другой, возможно, API Gateway, потому что телеметрия – это вообще независимая штука, должна быть. Присылает события, типа, пользователь открыл видео, пользователь перемотал, вот он его смотрит, просто чтобы отслеживать статистику. И именно потому, что мы запушим туда информацию, что вот по этому автору, например, просмотрело 100 тысяч человек видео, и они были вот из такого-то региона, мы именно по этой информации поймем, что нам нужно куда-то на CDN раскладывать, потому что, типа, раскладывать каждое видео на все там Edge-сервера, ну, не имеет никакого смысла. И более того, у нас же CDN не резиновый, соответственно, мы раскладываем, условно, только популярные видео, и там должна быть какая-то политика удаления устаревших файлов, условно, там к ним не было обращения какое-то время, и там очень мало их скачивают, там можно придумать много вариантов, типа LRU-cache, или там FIFO и прочие сокращения, относящиеся к алгоритмам, там исключение элементов из списков. Вот, про телеметрию я сказал, про что еще у нас надо сказать. Собственно, я забыл тут важный момент, именно, типа, юзер-сервис, который вообще хранит данные о пользователях, об их авторизации. Дальше мы не сказали о дисках, то есть это subscription-сервис. Ну, с юзер-сервисом все просто, он, наверное, хранит там, типа, e-mail, пароль и прочие подобные вещи, позволяет каким-то образом эти данные получить. Авторизацию я отдельно нарисовал, и, наверное, это имеет смысл, потому что, условно, у нас получается на авторизацию запросов много, и какие-нибудь JVT-токены, если мы используем, это вполне отдельный сервис может кэш-сервис обрабатывать, чтобы не перегружать сервис, который отвечает чисто там за хранение и базовую отдачу данных для сервиса авторизации. Можно сказать, что это, типа, промежуточный кэш дополнительный, именно для задачи авторизации. Потому что из, типа, сервиса юзеров нам нужно будет, возможно, какие-то данные в телеметрию подтягивать, возможно, какие-то данные в метадату подтягивать дополнительно. Вот. Сервис подписок. Что у нас делается? Тут есть классическая проблема, когда у нас есть, типа, блогер-миллионники, с этим как раз Twitter сталкивался, точно знаю, когда нам нужно уведомить, там, ну, в случае Twitter о новом сообщении, там, миллионы пользователей. Как это решили в Twitter? У них, типа, ну, из публичной информации, то, что известно, у них гибридная система. То есть, изначально у них было очень просто, там, пользователь добавил пост, мы асинхронно начали там всем, условно, пуши рассылать. Twitter стал популярнее, логику переделали. Смотрят на, получается, количество подписчиков пользователя, и, условно, если там, они до какого-то лимита, мы можем те же самые пуши сразу разослать, если нет, там, как-то это более, более асинхронно сделать. И то же самое про ленту. У нас же какая проблема с лентой? У каждого пользователя она своя. Мы не можем на лету, там, сделать, условно, миллионы джойнов. Мы при добавлении нового видео авторам в ленту каждого подписчика должны это видео, там, получается, после загрузки, естественно, полный добавить. Мы, пока там, условно, в видео метадата сторож вот это видео не появилось, описание его, мы в ленту подписчиков не добавляем. Когда оно там появляется, мы можем опубликовать события, которые запустят, пусть будет там subscription worker, которые делают, что они получают список подписчиков пользователя и всем в их ленту добавляют эти записи. Чтобы на лету эти ленты не формировались. А в случае с миллионниками поступают просто, они на лету подтягивают дополнительно к сформированной ленте, мерджат данные от блогеров-миллионников в общую ленту. То есть в стороже хранится, получается, не вся лента подписок. И более того, мы спокойно можем ее чистить через какое-то время. Имеется в виду старые данные, потому что, зная там паттерн действия пользователей, то есть там 99-й преценциль, скорее всего, не будет листать дальше, там, наверное, 10-й страницы подписок. Эту информацию мы тоже можем как-то в телеметрии собирать. И нам нет смысла эту ленту там хранить бесконечно. Ее потом можно будет для каждого конкретного пользователя строить на лету, когда он там ее забросит. И типа это не будет проблемой, потому что это редкая операция. Окей. Соответственно, про это я сказал. Про сервис рекомендаций. Рекомендации у нас могут быть построены на ML-моделях, могут быть построены на каких-то условно e-fails и так далее. Это сейчас не важно. Важно то, что нам, получается, из сервиса телеметрии надо доставать информацию о том, какие видео пользователь смотрит. В асинхронном режиме, естественно. То есть там пользователь посмотрел видео, и сервис телеметрии, помимо того, что он, получается, запушил сообщение, типа пользователь просмотрел видео, и мы как-то это в CDN, там, это видео, не просмотрел, зааплодил видео, и мы на основе этого загрузили данные в CDN, мы точно так же можем достать оттуда информацию просмотренных пользователем видео, чтобы, опять же, асинхронно, где-то в фоне, строить его рекомендации. Сильно подробно я, к сожалению, про это не могу рассказать. Я с ML-мом практически не работал. Как там это... Ну, смотри, тут... В чате задают правильный вопрос. Мне кажется, телеметрия у нас начала отвечать за очень много всего. Да-да-да. И понимает, в каком локейшоне находимся, и начинают за рекомендации отвечать. Мне кажется, что нужно разделить вот эту вот ответственность. То есть, какие-то вещи, которые должны технические штуки померить, да, типа latency для серверов. И должен быть компонент, который будет статистику собирать, да, и складывать ее, и дальше там рекомендательный сервис может на основе статистики сделать какие-то свои выводы. Это первое. Плюс к этому, мне кажется, что не очень сильно получится просто сказать, что вот мы поставим recommendation service, и будем обсчитывать рекомендации. Даже если это какая-то логика, то там должен быть pipeline, который будет забирать информацию из разных источников, да, в идеале из ДВХ. То есть, складывать из разных источников данные, реплицировать их в ДВХ, и потом в offline, там, чем или еще чем-то прогонять, там, через ML-модель или через логику и формировать новые обработанные данные. Вот. И на основе них строить рекомендации. Но, тема, рекомендательный механизм, это как бы штука непростая. Да, это... Я согласен. Я тут на один сервисе метрии слишком много начал завязывать, да, и они должны быть разделены. Скорее, даже аналитики можно назвать отдельно. Да, да. Ну, то это должно быть, типа, техническая аналитика, бизнесовая аналитика. Да, да. Да. Так, вот. Пустили. Окей. Важный момент вообще мониторинга всего этого дела. То есть, все компоненты должны какие-то свои метрики выдавать, ну, кому-нибудь Прометеус или что-то еще. И все это должно собираться в некоторые дашборды, на это настроены алерты, что, к примеру, там на API-гейтвы слишком много запросов приходит, или там S3-хранилище перегружено, и так далее. Еще момент. То, что вот здесь разрисовано всякие кластера и прочее, это все условно один дата-центр. И получается, у нас обработка видео происходит в одном месте, и потом мы на CDN выгружаем при необходимости то, что нужно. То есть, если это какому-нибудь чувак, который либо редко постит, либо у него там мало просмотров, наверное, не имеет смысла его видео выгружать куда-то еще. Окей. Так, что еще сказать? Про поиск не сказали. У нас же есть хранилище данных. Пойдем по простому пути. Аналитика там, что вообще на видео изображено, мы игнорируем. У нас есть title, description. Соответственно, что мы делаем? У нас, получается, видео загружается, в мета-дата сохраняется, и самый простой вариант – это поставить какой-нибудь эластик, и все запросы на поиск у него отправлять. И видеоапи-сервис, получается, туда будет подгружать информацию, почему вообще мы ищем. И когда клиент у себя ищет, мы через, опять же, видеоапи-сервис можем в эластик сходить, запрос отправить и вернуть там условный список видео, который подходит под этот поиск, подтянуть мета-данные дополнительные, возможно, из мета-даты и отдать там клиенту, чтобы на фронте отрисовалось. Вот твои найденные видео. Наверное, нужно сказать еще вообще про просмотры, про их подсчет. Раньше точно было, сейчас не знаю, у YouTube была такая фишка, что там типа счетчик просмотров после числа 301, по-моему, замирал. Насколько я знаю, сделано это было для того, чтобы условно там каждую миллисекунду счетчик не инкрементировать. Если мы возьмем, например, какую-нибудь пасгрю для хранения этих счетчиков, то у той же пасгрю есть проблема, мы будем постоянно обновлять одну и ту же строчку, там куча мертвых записей появится, это будут проблемы. Я думаю, что у YouTube это связано с чем-то похожим. Конечно, там можно и другим. Для каунтеров редко используют революционные баты. Есть решения, которые лучше подходят для таких вещей. Да, я как раз хотел сказать, что это пример того, с чем можно столкнуться, если взять там не то хранилище. Что конкретно они используют для там счетчиков? Ну, не знаю. Наверное, что-нибудь свое явно. Но почему так было сделано? Я думаю, там какие-нибудь пересчеты для какой-нибудь аналитики, для того, чтобы не накручивали. Возможно, они асинхронно проверяют эти вообще просмотры, чтобы понять, их можно применить или это накрутки. Возможно. Окей. Я думаю, что здесь сделаем паузу. Мы спроектировали достаточно большую систему, и мне не хочется добавлять сюда еще фич. Вот, мы даже с рекомендациями там в каком-то и не справились. Круто. Посчитали хранилище, которое нам на видосы нужно, да, и сделали, в общем-то, вроде эффективную систему. Давай я дам некоторый фидбэк. Значит, во-первых, ну, хочу тебе спасибо сказать большое. Было очень интересно. Ну, то есть, мне кажется, ты очень круто проектировал достаточно быстро это дело, там, принимал разные решения. Начал очень хорошо с того, что собрало там функциональные, не функциональные требования, ну, то есть, скоп с узел, да, что именно мы делаем, что не делаем. Вот. Поговорил про там количество пользователей, чего, там, какое количество видео мы будем публиковать, да, какой его размер, оценил сторожи, как бы это все очень важные вещи, их надо действительно делать. Вот. Из фидбэка в плане того, что можно было бы улучшить, да, во-первых, можно было бы собрать больше требований, ну, то есть, мы поговорили про нагрузку, но не поговорили ни про security, ни про availability, ну, никакие вещи не собрали, ни там, не коснулись ни там приватности, там, насколько видео можно сделать, там, типа, только для сабскрайберов, или там еще что-то, или там оно публичное должно быть, или оно должно быть в черновиках и так далее. Вот. Возможно, это тоже бы, ну, сыграло бы роль в дизайне. Вот. Возможно, мы бы решили, что нам нужно там, типа, не знаю, шифровать эти видео, там, или что-нибудь еще. Вот. Еще то, что мне кажется важным, это то, что есть некоторая склонность делать один компонент, отвечающим за некоторые вещи. Вот. Наверное, нужно обратить на это внимание, ну, вот в плане, там, S3 Bucket или Telemetry, или там еще каких-то сервисов, которые несколькими вещами занимаются. Да, потому что Single Responsibility, он не только в кодельнике, он в архитектуре тоже важен очень сильно. Вот. Еще чисто фидбэк по диаграммкам, да, ну, вот у нас, смотрю, у нас есть S3, три S3 этих компонента, да, во-первых, глядя на диаграмму, непонятно, за что они отвечают. Ну, то есть их лучше называть не по технологии, да, а по тому, для чего мы используем этот компонент. То есть его вместо S3 надо было назвать, там, типа, RAW Video Storage. или там Elastic Search, как бы, ну, тут не обязательно знать технологию, важно, что это, типа, Text Search для, для поиска по, по видео мета-дана. Вот. И, ну, просто картинка будет немножко читаемее. Вот. И последний фидбэк по, ну, предпоследний, по картинке, что стоит располагать систему слоиста, то есть отделять, типа, логику от, слоя хранения данных, от, там, клиентов, короче, так далее. Ну, то есть картинка просто тоже становится более читаема. Ну, и, как бы, круто использовать цвета, но я понимаю, что просто мало очень времени, и на собеседование, как бы, не часто получается что-то разукрашивать. Вот. Это мой фидбэк, что ты по нему думаешь? Да, все правильно говоришь. Про конкретное с 3 я тебе скажу, да, ты меня правильно прервал, я не продумал этот момент, что у нас там временные файлы, не временные будут. А по поводу безопасности шифрования, я скажу так, что данные шифруют обычно в системах, у которых есть там требования от государства, чтобы, собственно, данные были зашифрованы. Я с такими системами работал, и там именно законодательное требование, чтобы оно было зашифровано, там, ну, это на уровне Амазона делается, на уровне амазонских сервисов. Ну, там, Амазон предоставляет очень много разных контролов для того, чтобы, с коробки умеют делать, ты можешь им свои ключи подсунуть, там, можешь что-то включить, что-то не включать, так далее. Вот. Ну, шифрование нужно не только на государственном уровне, если ты там end-to-end мессенджер делаешь, как бы, в нем нужно это шифрование. Если ты работаешь, там, с banking apps, да, то там тоже очень важно, там, критически защищать, там, и опиху, и проверять, что ты с нужным сервером работаешь, и так далее. Ну, вообще мы... Окей. Да, вообще мы делали даже то, что там подписанные логи хранились, чтобы в случае чего можно было провалидировать, если что-то там лог не менялся. Да. Круто. Окей. Ребята, в чате, есть ли у вас какие-то вопросы? Да, ребят, не стесняйтесь делать ISHM. Да, я там видел вопросик, я не отвечал на него во время, собственно, проектирования. Там вопрос, как чанки одного видео будут линковаться между собой, какой механизм для этого будет использован. Ну, очень просто у нас с фронта или откуда-то там, на API-гейт, это вполне может формироваться какая-то последовательность, типа, вот тебе первый, вот второй и так далее. Чанки, видеоэнкодер, соответственно, когда будет складывать эти данные в хранилище, можно поступить вообще самым простым способом, просто там файлы именовать именно по индексам, типа, вот первый, второй, третий. да, я думаю, ты ответил на вопрос. Спасибо, Виталий. Вообще, да, ребят, если у вас есть еще какие-то вопросы или вы просто хотите поделиться опытом, не стесняйтесь, делайте Rise Hand. Виталий, пока ребята думают, было видно, что ты очень опытный, расскажи, это тебе знакомая задача? Или ты так все бодро проектировал? Ну, поскольку было сказано, что будет видеоплатформа, я посмотрел вообще, условно, какие нюансы устройства Netflix и YouTube и оттуда там некоторые идеи взял. Круто, круто. У нас есть поднятая рука от Арсения Крошина. Арсений, тебе слово. Арсений. Всем привет. Да, привет. Действительно. Замечательно. У меня вопрос такой процедурный, когда я в Facebook пробовался, у меня пару раз было фидбэк, что, мол, не было погружения в какие-то детали. Вот сейчас беседа была на высоком уровне. Вот в рамках этой системы, в рамках такого разговора, что могло бы быть вот таким погружением на низкий уровень в рамках такого вопроса? выбор хранилищ вообще под каждый конкретный сервис, это отдельная большая тема, где что, как хранить, как я вот сказал про счетчики, например, что в обычных классических религиозных СОБД это не очень удобно хранить. Также, как про сервис подписок, там же есть нюанс, что мы там, типа, всегда только самые свежие данные получаем в большинстве случаев, исторические данные, типа подписки там на 10-20-е страницы уже вполне могут храниться отдельно как-то и подтягиваться по необходимости. Это будут два разных сторейджа. Ну, тут много может быть нюансов, например, расписать, каким образом мы будем видео аплодить, или каким образом у нас будет взаимодействие между S3 и энкодером, или что мы возьмем в качестве энкодера, то есть, условно, мы там поставим виртуальные машины и туда будем деплоить какой-то энкодер, или мы возьмем лямбду и будем туда просто код энкодера через FFPEG пихать, или мы сделаем что-то промежуточное, или мы туда кубернезис кластер воткнем со своими сервисами и там докер-контейнерами будем туда деплоить, короче, вот. В части пару вопросов, прости, я перебью, в части пару вопросов я отвечу, почему не амазоновские сервисы готовы и все такое, потому что это дорого, потому что если отдавать огромные объемы данных, вот S3 конкретно, это будет скорее всего локальный, потому что если посмотреть стоимость трафика, который отдается из S3 наружу, для многих терабайт трафика, это будут сотни, миллионы, тысячи долларов, это просто дорого. Вопрос, почему там энкодинг не включить после load balancer, потому что нам нужно же где-то временные файлы хранить, у нас энкодер может быть перегружен и он не может принять сразу весь поток трафика, нам нужно временно их сложить, чтобы энкодер успел постепенно обработать. Да, энкодер еще нельзя оставить после load balancer, потому что вам нужно их обеспечивать на форме. То есть, если кто-то загружал видео на YouTube, то вы помните, что там формочка такая, да, и вот она требует от вас внимания только когда видео загружается, собственно. а потом весь постпроцессинг, когда видео будет готово, это уже происходит на мощностях YouTube, и от вас типа интернет connection для него не требуется. Для того, чтобы такой UX обеспечить, нужно энкодер ставить потом, после того, как файлик загружен. вот. А насчет счетчиков, ну, естественно, пастгрю не надо использовать для счетчиков, есть куча разных баз, которые, ну, во-первых, value storage можно использовать для этого, можно использовать колоночные базы, там, вот, clickhouse, например, подходит, подходит очень хорошо для этого. А еще, если у нас нет какого-то жесткого требования, чтобы прям все-все просмотры были посчитаны, если мы что-то потеряем, это не страшно, можно взять какому-то Redis, там эти счетчики инкрементировать, периодически синхронизировать с любой базой. Таким образом, у нас быстрые инкременты в памяти, там вполне могут быть миллионы просмотров в секунду инкрементироваться и просто периодически забирать их. Если мы потеряем там минуту этих счетчиков, ну, скорее всего, ничего страшного не произойдет. Да, да, тоже правда. Ребят, тут есть еще очень хороший вопрос про бюджет, почему сам начальник не спросили бюджет? Да, это я не подумал. Да, хороший вопрос. Надо было задать. Ну, тут есть разные опции. Можно сказать, что, типа, мы стартапы, у нас, типа, три с половиной доллара есть, типа, сделайте нам, сделайте нам как-нибудь, вот. или, типа, мы большая корпорация, короче говоря, и мы делаем, типа, новый сервис, у нас есть бюджеты, вот, и там будут отличаться, естественно, какие-то трейдовы. Или там от тайм-то-маркета зависит. Ну, то есть, к тому же, вопросу про транскодер, типа, если мы хотим быстро, если мы хотим, типа, через месяц запустить первую версию, то, естественно, мы возьмем готовое решение, а еще лучше мы, мы SaaS какой-нибудь купим, да, который, который нам будет файлики транскодить. Ну, есть такие салюшины, и, как бы, будет окей. А если мы так не хотим, если у нас там есть побольше времени, но побольше желания самостоятельно делать, это контролировать, не зависит от подрядчиков, то, ну, будет вот такой подход. Все так, все так. Круто, круто, спасибо. А там не бывает такого, что тебе там говорят, что у нас там, типа, два миллиона долларов, и ты там такой, ну, там, хранилище будет стоить, там, миллион, еще что-то, или тебе нужно просто оперировать дорого и дешево? Не, ну, в идеале, как бы, нужно принимать решения, основанные на деньгах. то есть, условно, ты берешь, идешь, считаешь, сколько тебе SaaS будет стоить. Дальше идешь, считаешь, сколько тебе будет стоить S3 Storage. Идешь, считаешь, сколько у тебя будет транскодер стоить, да, ну, то есть, квоты запрашиваешь, смотришь, там, прайсинг, делаешь оценки по своему объему трафика, смотришь, сколько у тебя, там, типа, in-out будет стоить, сколько будет стоить CDN использовать. Ну, то есть, это все решение. Ну, как бы, на дизайн-сессии ты не можешь это посчитать, да, потому что это research. Вот, высказать в процессе дизайна интервью о том, что ты будешь делать именно так, ну, нужно. Вот. Смотрите, следующий вопрос, это почему, почему не втащить CloudFront, CloudFlare для раздачи контента. Мы сказали уже, что это решение типа CDN, поэтому, как бы, мы, по сути, это и дело. Вот. Да. Ребят, если у вас есть еще какие-то вопросы в дополнение или вы просто хотите поделиться опытом, делайте RiseHand, а если нет, то... О, Александр Фролов. Александр Фролов, да, тебе слово. Да, всем привет, спасибо. Привет. У нас клиент загружает свои видео в временные 3, а раздаем его через CDN. А если клиент загрузил свои видео в один это центр, потом сменил локацию, как он получит к ним доступ. Как он же уже загрузил это видео, дальше там происходит асинхронная обработка. Ну, ему нужно выбрать превьюшки, он хочет выбрать, например, там приватное это видео, неприватное, посылка доступна, публичная. То есть, у юзера же есть пост-обработка, мы это вроде обсуждали. Угу. Вот. И если он сменил локацию, его кинет, ну, либо DNS кинет на другой DC, либо он не кастом по локации, его кинет вообще в другую дыру, и он не получит доступ. То есть, вот это видео метадата сторидж, он хранит видео только то, не со всего мира, а только вот локально с одного DC, с одного региона. И я, как автор видео, я не имею доступ, ну, я имею доступ только к этому DC, куда я загрузил. Хотя я могу локацию менять. Да, стоило бы точить про метадату, что это локальное хранилище, оно должно реплицироваться, получается, везде. Из любого места должно быть доступно. Либо другой вариант, каким-то образом, опишка скажет информацию, куда вообще смотреть. Вплоть до того, что у нас пользователь, даже если он сменил локацию, что значит сменил локацию, он VPN включил, видимо. Ну, то есть, условно, прибить клиента к одному DC. Это самый простой. Да, это самый простой вариант будет прямо на старте системы. Ну, я не думаю, что это супер правильное решение. Мне кажется, действительно реплицировать метадату везде. А дальше, если клиент какой-то другой даже, если клиент запросил видео, и в S3 в нужном регионе не оказал, ну, его не оказалось, сделать репликацию, естественно, вот для этого конкретного видоса в новый регион. И еще вопрос до гонку. Там было требование, чтобы видео отдавалось, начиналось стримиться через 2-3 секунды, если у нас в CDN видео нету. То есть, мы сначала должны видео прокачать в CDN, только потом клиент получает. Уложимся мы в 3 секунды. Ну, наверное, нет, но нужно понимать, что все требования, которые мы кублируем, они не стопроцентны, они для определенного персентиля. И тут, естественно, потребуется очень больше времени для того, чтобы сказать, что окей, если у нас там типа 99,9% то нам нужна будет процедура копирования для какого-то предсказания, что видео может потребоваться в другом регионе и так далее. В общем, это вопросы, которые решаются в процессе проектирования и на это там тратятся недели аналитики, чтобы понять, по какому алгоритму нам это лучше сделать. Я думаю, тот же YouTube прошел через много итераций разных вариаций, как они это делали. Все так. Все так. У нас есть еще один вопрос. Какой? В смысле поднятая рука. А, окей. Ребята, всем привет. Меня слышно. Привет. Да. Да, огромное за сессию. Вот у меня такой вопрос, он меньше архитектурный. Виталий, да, кандидат периодически ссылался на опыт каких-то докладов, называл конкретной компанией, я помню про видеоэнкодер, про кластер от ВК. Насколько это вообще делать окей для СНГ-культуры, для западной культуры ссылаться на какие-то другие компании? Ну, я отвечу. Я думаю, что это абсолютно валидно. Мы берем чужой опыт, чужие набитые шишки и тратим меньше времени в каких-то местах, вместо того, чтобы самим придумывать все то же самое, что уже другие прошли. Да, мне кажется, это абсолютно файн, ну, типа, ты не можешь все шишки на собственном опыте разгрести. ну, большая ошибка начинающих архитекторов, они такие, когда их спрашивают, какую вы там базу возьмете, или там, как сделаете то ли другое, они говорят, ну, вот я работал только с этим, поэтому я сделаю вот так вот. это неправильный эти тьют, от него надо отходить, как бы вы не сможете поработать вообще со всем, что вам придется проектировать, да, то, что вам нужно понимать, это какой офферинг есть, какой есть предыдущий опыт, какие у конкретных решений, ограничений, и какие гарантии они могут вам предоставить. И оценивать, соответственно, исходя из этого, а не собственного опыта. Вот. Да, да, я понимаю, то есть, с одной стороны, понятно, что это показывает кругозор вообще в целом кандидата, да, и что он увлекается вот непосредственно в области, там, не костенелый, но там, я не знаю, гипотетически представим такую ситуацию, что человек собесится в условную Амазон и на собесе говорит, вот, знаете, а Google делает вот так, то есть, насколько это будет вот. Заревнуют ли они? Да, 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 как бы политически, то есть, не надо ли здесь замаскировать, что как бы там, вот, а я смотрел просто доклад там. Мне, ну, я вот сейчас скажу, что мне кажется, вот, плюсую ребятам, что это может показать, что ты замотивирован, и ты вообще изучаешь, да, чужие, какие-то, опыт чужой, и показываешь, что ты заинтересован, и это, по-моему, все нормально, что ты изучаешь, как кто, что сделал. Я не знаю, я не знаю, насколько в Амазоне, как бы, как делают, но вот мы в Балте смотрим на техблоги Убера того же и смотрим, как они имплементируют свои решения. Например, у них был блокпост недавно про то, как они делали реал-тайм верификацию документов для новых райдеров, да, и у них там очень интересное решение, там у них машин-лёрнинг на телефоне для того, чтобы убедиться, что фотография ID нужного качества, да, у них там машин-лёрнинг внутри, как бы, у них там пайплайн, как они это делают. И, ну, это очень интересно, мы на это смотрим, поэтому, если вы делаете, ну, для меня лично, если вы делаете референс на опыт конкурента, это все равно хорошо, потому что это чужой опыт, мы можем его изучить, понять, что работает для нас, а что нет. А мне от Uber больше всего понравилось, как они сначала с мускулю на Postgres переезжали, а потом обратно на мускуль. Да, это хороший опыт. Мы, кстати, тоже с мускулю переезжаем, но мы переезжаем на TitaniumDB, поэтому, вот. Давайте, наверное, закругляться потихонечку. Да, ребят, я предлагаю по старой традиции сделать общую фотографию, типа, зачекиниться, вот, можно брать любой предмет, показывать палец вверх, там, утка, все, что угодно, не стесняйтесь, там, включать камеру, еще что-то, брать книжки, вот, либо, сейчас утром еще все не проснулись, и тяжело, но давайте фоткаемся так, типа, еее, суперклассное публичное собеседование по систем-дизайну, крутяк. Спасибо большое Вове за то, что провел такое невероятно классное интервью, и спасибо большое Виталию за то, что показал свою экспертизу, его прошел, было очень классно, и спасибо вам за вашу активность. Да, ребят, всем спасибо, если вам понравилась сессия, и вам интересен как бы контент, который похож на вот это вот, да, у меня есть архитектурная рассылочка, раз в неделю 10 статей или видосов по поводу систем-дизайна и там solution-architecture, и, соответственно, блог, подписывайтесь, пожалуйста, чтобы получать больше такого контента. Ссылка будет в чате и на ютубе, да. Я могу потом в чатик еще порекомендовать англоязычные рассылки, которые тоже много всего интересного привносят. Слушай, это будет очень клево, да, кидайте, не стесняйтесь, вообще, я за крутой шаринг, да, кидайте, очень интересно посмотреть. На этом всем большое спасибо, всем хорошего дня, и до связи. Всем пока-пока. Пока. Спасибо, пока-пока.